Здарова, братва! Купил себе такую здоровую бубуебину. Ну, давайте пробежимся по коробочке и сделаем небольшой обзор. Так, это у нас активный сабвуфер. Активный сабвуфер AS-D12A. Что пишет нам производитель на коробке? Глубокий бас, частотный диапазон от 20 до 250 Гц. Мощный встроенный усилитель. Диффузор из шибированной целлюлозы. Не знаю, что это значит, можете загуглить. Возможность подключения к любым автомагнитолам, включая модели без РЦА-выходов и штатные головные устройства. Без их доработки или замены. Возможность подключения с выходу высокого уровня, то есть от динамиков. Корпус у нас выполнен фазоинверторного типа. И, то есть, имеет два отверстия. Провода для подключения и выносной регулятор баса в комплекте. Ну что, поехали? Давайте пробежимся по комплекту. Так, руководство. Так, краткое описание усилителя. И краткое описание подключения. Далее, наклейка Урал Саунд. Далее, комплект проводов. Так, начнем с силовой проводки. Так, силовый провод у нас 10 гейдж. Имеет уже встроенный предохранитель. То есть, не надо никакой колбы. Ничего у вас не будет окисляться. Так, длина кабеля 5 метров. Далее, минусовой кабель. А, еще хочу заметить, что уже клемма уже обжата на проводе. То есть, не надо обжимать. Обжим выполнен замечательно. То есть, никуда уже клемма не денется. Наконечник. Так, далее, минусовой провод. Минусовой провод это у нас метровый кабель. Уточнить длину. Так, длина не указана. Но я думаю, метровый. Метровый кабель минусовой. Также с обжатым наконечником под установку. Так, ремоут. Провод управления сабвуфером включения. Но, как указано у производителя, они включаются по РЦА выходу. Так, 5 метров РЦА кабеля. Очень мягкий, приятный. Похож на Pride Machete, которые по 500 рублей стоят. Не самые плохие. Далее у нас идет кабель для подключения по высокому уровню. Здесь все пины расписаны. То есть, левый плюс, правый плюс. Ну, хотя для сабвуфера это не столь важно. Но все же. Так, два самореза и дополнительный предохранитель на 30 А. Набор из стяжек для установки. И плюс кусок, два куска термоусадки для кабелей. И регулятор BASA с логотипом Ural Sound. И с индикацией включения. В принципе, все. Тоже 5 метровый кабель. Ну, давайте перейдем к самому сабвуферу. Сейчас я его достану. Ну вот, непосредственно наш сабвуфер. На передней части сабвуфера имеется два низкочастотных динамика, два фазоинвертора и защитные грили. Очень приятные дополнения. Особенно учитывая то, что он будет стоять в багажнике и может на него упасть какой-нибудь пакетик или ваш инструментик. Грили защитят. Грили пластиковые, очень плотные. Сломать, я думаю, будет сложно. Так, два низкочастотных динамика, 12-дюймовых. Катушка, я думаю, на них не более 2 дюймов. Два динамика, 600 Вт номинал, как указывает производитель. Передняя стенка у нас перетянута в винил в виде карбона. Очень красиво, кстати. Сам же весь корпус выполнен, как я понимаю, из МДФ. Очень плотный, толстый. И с задней части он покрыт карпетом и имеет вот такой вот вышитый логотип, на котором у нас расписано, что это Урал Саунд, Red Hurigan Duo. Также есть одна первая версия, ну не первая версия, также есть такой же динамик, только с одним блином и с одним фазоинвертором. Так, сам корпус выполнен в округлых формах, то есть весь, как я скажу вам, кажется, вроде большим, но за счет того, что вот эти грани круглые, он ну компактно выглядит, реально компактно. Так, как я уже сказал, сам корпус обшит в карпет и на задней части корпуса у нас установлен встроенный усилитель. Имеет очень много ребер, охлаждение, то есть я думаю, греться не будет. и также имеет высокоуровневый выход для подключения без РЦА. Далее подключение выносного регулятора, выходы РЦА. Заметьте, что выходы РЦА болтовые, очень хорошие, качественные. Не на всех усилителях такие ставят. Я имею ввиду, которые не для активных. И также идет у нас регулировки. Уровень громкости, Level и LPF, это частота среза. Частота среза у нас идет от 40 до 250 можно порезать. И далее уже идут сами терминалы. Терминалы, прошу заметить, что это не вилочки, как на китайских, как на других китайских усилителях. Здесь у нас идет болтовое соединение, то есть терминалы уже вставляются провод и зажимаются сверху через отвертку. И также имеет предохранитель на 30 ампер. Ну вот, все, что я хотел сказать про сабвуфер. Сейчас непосредственно его попробуем подключить дома, послушать, как он играет. Ну, заодно, может, оцените и посмотрите. В следующем видео, я думаю, проведем гайд по его установке в автомобиль и послушаем, как он уже будет звучать в автомобиле, так как домашнее прослуживание и автомобильное это очень разные вещи. Так, ну давайте перейдем к подключению его дома. Ну что ж, для подключения данного сабвуфера у нас дома самый простой вариант это импульсный блок питания. Такие используются в основном для светодиодов, но они там меньше. Это у нас идет 40 амперный блок питания. 40 амперный блок питания, который мы используем непосредственно. Он постоянного тока. Короче, он конвектирует переменку на постоянку. А нам нужно здесь постоянка 12 вольт. Данный данный блок питания выдает с регулировочной подстроечный резистор есть, который регулирует от 12 до 15 вольт. То есть мы можем отдать 15 вольт и будет у нас запас 40 ампер. То есть пропитать данный усилитель мы... Ой... Ну да, данный усилитель данного сабвуфера мы сможем без проблем. Так, ну давайте по подключению. Ну здесь все просто. Здесь выходит 3 плюса, 3 минуса. В принципе нам хватит по одному. Ну а дальше уже все подключения проходят у нас на самом сабвуфере. Я думаю более подробно я покажу как это все подключено в машине. Ну и все, погнали. Сейчас подключим и послушаем. Для подключения данного сабвуфера дома нам понадобилась всего одна небольшая отвертка. То есть так сигнал у нас будет раздавать телефон через джек на дверце. Так срез примерно 50-60 точно не могу сказать. Установил вольтметр для отслеживания вольтажа. Ну и подключение проводов и провода подключил сюда к блоку питания. Включаем блок питания. В розетку. Так видим загорелись индикаторы красный зеленый. Так по вольтажу посмотрим. По вольтажу у нас 15 вольт ну 14,9 так ну поехали смотреть чё к чему. Получается что сигнал с телефона короче слаб же и поэтому я решил на телефоне сейчас синуса погоняем посмотрим примерно ход сабвуферов снял видите один колпак ну как колпак гриль колпак атаки снял один колпак и сейчас погоняем синус сейчас 37 герц посмотрим какой ход и спустим до 20 герца и посмотрим чё к чему 37 герц 36 35 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 23 23 22 21 20 20 20 герц ну что друзья подключил компьютеру уровень сигнала с материнской платы будет со звуковой карты намного мощнее то есть чем мощнее сигнал приходит тем сильнее его усиляет то есть сейчас мы дадим реально жару сабвуферу посмотрим его реальный ход то есть сейчас будет примерно условия автомобиля то есть у нас имеется около ну почти 15 вольт 40 ампер 40 ампер кстати он хавает около 30 ампер в пиках то есть в штатной системе не нужно будет добавлять аккумуляторов каких-то еще чего-то вполне хватит штатного питания на данный сабвуфер то есть никаких доработок больше не нужно двоечка хорошо подойдет седаны и универсалы то есть где звук где сложнее звук из багажника достать вот там эта штука будет работать эффективнее все на максимум срез примерно 50-60 герц скорее всего 60 и включаем первый трек обычный трек без бас-буста бас-бас-бас-бас небольшое с Tingс Л studied подачами с жbourne без бас-бас-бас-бас-бас-бас-бас sит так давайте что-нибудь по борще поставим так трек watch this ну я думаю все знают его так пики 33 37 43 на данном треке поехали я думаю поначалу все уже поймут а так давайте что-нибудь пониже так ну это же урал давайте лёша джей она хочет в мою тачку так пике 28 31 35 лёша джей что-то свет заморгал так ну давайте еще двадцать шесть 29 и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...